Приветствую вас. Я думаю, что начать свой ответ стоит с того, чтобы определить ваше текущее состояние на данный момент. Значит, в том смысле, что пока вы не разберетесь со своими чувствами, пока вы не разберетесь со своими эмоциями, пока вы не разберетесь со своими переживаниями, пока вы для себя не будете понимать, что вы чувствуете, вот конкретно, конкретно, что вы чувствуете и откуда это, собственно, имеет место быть, да? Вот. Ну, ничего не получится. Объективно. Вот. Поэтому, соответственно, вот вы даже запроса никакого-никакого не выдаёте. Вот. У вас отсутствует запрос к психологу, соответственно, есть некая такая неопределённость, да? То есть непонятно, что вы хотите, что вы ждёте, какую проблему вы хотите решить, вот. То есть проблема уверенности в себе это одно. Это, ну, корректируется. Если проблема уверенности в себе. Если это вопрос гармонизации отношений с мужем, то тут, соответственно, это, ну, другой аспект. Если это вопрос проработки модели вашего женского поведения, да? Что это ещё один момент, достаточно важный, кстати, момент. Вот. То есть тут очень многое зависит от того, чего вы хотите сами. То есть чего и что вы хотите сами для себя. Вот. Значит, это первое. Ну, первое, что хочется вам сказать, и что можно вам сказать. Дальше. Значит, я боюсь разводиться, но никак не могу решиться. Вы пишите чуть дальше, что боитесь остаться одна. А если человек боится остаться один, то это означает, что он себя не принимает, ему с собой некомфортно, и он, ну, в общем-то, вот не очень хорошо даёт себе отсчёт в том, что он чувствует, что ему хочется, например, что ему нужно, и так далее. То есть это нужно разбирать, да? Поэтому я вот и рекомендую вам работу именно с чувствами. То есть я рекомендую вам именно вот работу со своими ощущениями, в первую очередь со своими эмоциями, для того, чтобы лучше разбираться в них, для того, чтобы лучше понимать, что вы хотите, для того, чтобы лучше отдавать себе отсчёт в том, что вам нужно, вот, для того, чтобы, значит, ну, скажем так, быть в контакте с собой, вот, и, значит, отдавать себе отсчёт, что с вами, значит, ну, происходит. А здесь и сейчас. Вот. Соответ. Вот. Такой момент. На мой взгляд. Что-то нужно вам сказать. Дальше. Так. Один прекрасный день, значит, мысль изменял, каждый ссор мог поднять руку. А здесь идёт речь о самооценке. Здесь идёт речь о самооценке. Здесь идёт речь о том, что вы себя сами недооцениваете. Здесь идёт речь о том, что вы себя сами, вероятно, обесцениваете. Вот. Я просто, ну, склонно считать, что вам с вами так можно, да, что так, вообще, ну, необходимо так вот, что муж, ну, да, вот он так поступает, ну, может быть, может быть, это, я виноват сама, ну, думаете вы, наверное, понимаете. Вот. Вот. Поэтому здесь момент вот такой. Такой момент. Поэтому работать, на мой взгляд, нужно в этом направлении. Вам. да. Тут ещё может быть позиция желания брать ответственности за себя. За себя. За себя. За себя. Вот. То есть, ну, вы можете бояться брать ответственность за себя. Вот. То есть, это тоже очень, очень важно. Тоже очень важная история. Дальше. Так, один прекрасный день пошла, подала на работу, уехала в другой город. Вот. После этого, прошло 3 месяца. А, что произошло? То есть, был ли суд, развили, развилили вас. А, начнём писать то, что он понял, да, сказали, что это выглядит близко, но боюсь остаться одна и к нему возвращаться. Ну, как я уже сказал, с, вот, страхом одиночества нужно работать. Потому что, вы, ещё раз повторяю, вы себя, вот, видимо, не принимаете до конца. Такой, такой, какая вы есть. Вот. Так что, здесь, вот, нужно, работать, вам, в этом направлении, безусловно. Вот. Дальше. Так. Боюсь, не могут возвращаться. Ну, опять же, это возможно из-за того, что у вас нет возможности говорить мужчине, что вы хотите. говорить о том, что вам нужно, говорить о том, что вам необходимо, в общем, выражать, а, свои потребности. Вот. Выражать свои желания. Что-то боитесь вы того, что он может, ну, сделать. Ну, как человек может, точнее, поступить. Вот. То есть, это очень, тоже, такая важная достаточная история. Дальше. Так, я, вообще, сама не свет, туман в голове. Ну, тут, наверное, нужно, наверное, к врачу сходить, посмотреть, что ли у вас в порядке со здоровьем. Вот. А, может быть, это защитная реакция. Тут тоже нужно разбираться, пообщаться, вам выговориться. Вообще-то, вам нужно именно выговориться, выразить свои чувства. У нас сын, ему скоро 4 годика, у меня нет уверенности, так, про сына, вы чему написали? У меня нет уверенности в себе, как будто мне 30 лет, хотя мне 28. Непонятно, как у вас уверенность тебе связана с возрастом, почему вы считаете разницу в 2 года существенной? Тут тоже надо бы подробнее разобраться. Боюсь, если я выйду замуж, то он будет отталкиваться с сыном, боюсь, что его поранят. Кто он? Кто он? Кто он? Кто он? У вас есть мужчина? Или вы просто говорите о каком-то гипотетическом человеке? В любом случае, в любом абсолютно случае, я полагаю, что, как бы вам так сказать. Выбор для мужчины от вас зависит, понимаете? Да, могут сына поранить, безусловно, если вы выберете такого человека, который не будет хорошо относиться к вам и не будет принимать вашего сына в том числе. Так что, выбирать мужчину, да, нужно выбирать мужчину более тщательно. Нужно анализировать то, как вы выстраиваете отношения. Ну вот, это всё очень важная часть вашей жизни, которую вы, судя по всему, склонны недооценивать. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Дальше. Так. Для чего вам замуж? То есть, почему вы хотите замужество? Это тоже та история, на которую вам нужно обратить своё внимание. То есть, почему вы хотите замужество? Что за мужество вам, по вашему мнению, да, может дать? Вот. Это важно. Далее. М-м-м-м, значит, мужчину не могу доверять, я уже не первый раз прощаю. Ну, а если прощаете, то для чего? Вы или... зачем? То есть, на что вы хотите? На что вы надеетесь? Да. Это очень важно. Это очень важно всё. В целом, вот так. Так можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.